Продолжение следует... Приступать я приехала по бикини, да, и работать на выставке, на экспо, на стенде Промера Спорт пригласили меня, ну и параллельно решила выступить, и параллельно решила выиграть. То есть, получается, для начала тебя пригласили для того, чтобы поработала на стенде, заодно ты, так сказать, приняла решение, насколько я знаю, ты не собиралась выступать весной, приняла решение выступить, уж если так сказать, совпало. Да, да, именно так. На каком основании Промера тебя вдруг отобрала? Ну, они давно хотели спортсменку из России, они следили за моей активностью... В сети. В сети, да, и поэтому давно уже шли такие переговоры, и хотят... они, в принципе, хотели в контракт к себе, в команду американскую, спортсменку российскую. Вот, а тут, как бы, выдалась такая возможность посмотреть в работе, в деле. Поэтому, если все пройдет хорошо, если выступлю хорошо, поработаю хорошо, то, возможно, не измельчу. Ты понимаешь, что не даешь мне возможность задать тебе вопрос, отвечаешь на... Хорошо. У меня поток. Замечательно. Замечательно. Непрежимный. А что значит Армольд Классик? Фестивальный. Фестиваль, спортфестивал. Еще. Коммерческий турнир. Для чего? Шоу. Для красоты. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, такая возможность вот у тебя появляется, то есть ты приехала побеждать, правильно, да? Раз ты и победила. Допускаешь такую возможность? Конечно. Что ты сразу делаешь после того, как ты победила? Вот ты со сыном сошла, а что твои действия такие? Ага, я жду. Нет, ждешь всего. Я иду к вам. Нет, зачем? Ко мне. То есть, кого ты в первую известность, в первую очередь, кого ты в известность, ты считаешь, что ты победила? Есть кого? Семью свою, близких, конечно. Они тебя поддерживают? Конечно. Я думаю, да, за меня болеет вся Россия. Да, ты считаешь, что Россия. Ты и дети должна сделать, это я тебе уже наводящий вопрос, сделать так, чтобы как можно быстрее узнали о том, что ты победила, правильно, да? На самом деле, очень много людей следит за соревнованиями. И еще до того, как я зайду в сеть, появляется на моей стене информация о том, какой я месту заняла. Хорошо, 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 хорошо. Это понятно, то есть быстрее тебя еще кто-то работает. Да, на самом деле, на опережение. А ты мне скажи, пожалуйста, как бы вот много мне вопросов задают, и я на них постоянно отвечаю, что Кате Усмановой положено про карту, но она ее просто не получает. Тебе задают такой вопрос кто-то? Нет, мне не задают. На самом деле... Почему мне задают, а тебе не задают? Нет. Потому что я уже как бы пару человек ответил в довольно-таки грубой форме. То есть откровенно. То есть там люди, ведущие большие группы, я их не буду называть, там свыше 30 тысяч участников, мне пишут там сказать, а я им уже грубо отвечаю, что я устал отвечать на одни и те же вопросы. Ну, на самом деле... Задайте ли вы вопрос сами, Кате? Ну, не стояло еще пока такой задачи. Меня больше, кстати, интересует вопрос стать чемпионкой мира, мне больше такие вещи интересуют. Потому что я отношусь к этому не как заработку денег, не как какой-то возможности переезда в Америку. Я больше... Мне хочется своим внукам рассказать, что я чемпионка мира или чемпионка Европы. Как я им скажу, что я чемпионка России? То есть детей нет, но ты уже хочешь внукам рассказывать. Ну, детям на начало, ладно, окей. Мне хочется на своей родине сказать, что я чемпионка мира. Никто там не знает, что такое Арнольд Кластик, что такое Олимпия на самом деле. А то, что чемпионка мира, звучит громко. У меня именно такие больше амбиции. Я понял. Насчет прокарты я пока не заморачивалась. А такой вопрос... Ну, смотри. Виртуальная такая возможность. Все равно вот как бы раз вот у тебя все удачно сложилось, и тебе говорят, девочка, ты нас устраиваешь, вот тебе заряплата вот такая, туда-сюда, мы тебя оставляем. Значит, здесь. Твои действия. Я иду в Россию, обсуждаю это со своими близкими людьми. Вот. И принимаем коллегиальное решение. Тебе говорят, или вот тебе 30 минут на размышления. Нет, конечно, я вернусь в Россию. Амфидер Зеин однозначно. Нет. Семья, близкие люди в тысячу раз важнее. Ты такая идеологически подкованная. Сейчас вот говоришь, так все связано, хорошо. Мне очень нравится лично самому. Но я хочу такой вопрос задать. А вот есть ли такое вот словосочетание там трех, четырех, пяти слов, которым ты можешь так сказать, как слоган для своей личной жизнедеятельности обозначить на сегодняшний день? Как слоган, как девиз? Ну, я не знаю, девиз. Как хочешь его назови? Есть такое вообще или нет? Да, я не знаю, на самом деле. Вот у меня статус в том же контакте стоит уже много-много-много лет. Какой? Не все его понимают, на самом деле, потому что я человек очень верующий. Статус звучит так. А человек не станет никогда иным, чем то, во что он свято верит. Так будь же сам вселенным и творцом, создай себя божественным и вечным. Ну, божественным не в том понимании, каком мы там думаем о Боге. А как ты думаешь? Вот я тебе про Бога, если ты сейчас затронул эту тему, я тебе могу задать много вопросов на самом деле. Я тоже могу много об этом бесконечно говорить. Это настолько все индивидуально, потому что то, во что мы верим, то и есть истина. Соответственно, истина у всех разная, потому что вера у всех своя. То есть ты сейчас зачитала свой слоган, так сказать, ты действуешь, живешь в соответствии с ним. Я живу, я уже неоднократно это говорила, что все, во что мы верим, то у нас и будет в жизни. То есть верить надо в лучшее, верить в себя. Да. А ты веришь в себя. Естественно. Понятно. А что нужно для того, чтобы быть хорошим человеком? Просто быть хорошим человеком и все. Да. Что-нибудь пожелаю хорошего тем, кто будет слушать сегодня-завтра на isflabi.ru. Ой, друзья, я желаю всем, будьте счастливы, занимайтесь своей жизнью, вот, да. Живите действительно по совести и смотрите позитивно на мир. А на тебя? И в том числе и на меня. Спасибо большое. Творите добро на всей земле. Твари, творите добро. Да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ